привет друзья в этом видео я хотел бы затронуть тему интервального голодания что это такое последнее время в этом году особенно по весне сейчас летом очень многие люди кидаются вот такой вот режим сбрасывания лишнего веса под названием интервальное голодание то есть они отказываются от каких-то продуктов жизненно необходимых жизненно важных начинают голодать сначала одни сутки потом едят потом от голодают двое суток и так вот постепенно периодически действуя с такими вот интервалами они доводят режим голодания до одной недели если к примеру кто-то хочет избавиться от лишнего холестерина или не знаю там от стресса может быть но помочь избавиться от лишнего веса интервальное голодание увы вам не поможет я объясню причину почему это действует как диета по эффекту ее то есть вот этот игрушка китайской вы ее на веревочке опускаете вниз она подымается вверх опускаете вниз она подымается вверх и так далее пока вы ее дергать она крутится катится но как только вы ее перестаете дергать она со временем опускается вниз и больше уже не может подняться без чьей-либо посторонней силы точно также действует интервальное голодание по эффекту ее сначала вы сбрасываете вес а потом ваш организм наконец-то получая те продукты питания ту энергию которую он потерял в момент голодания пытается восполнить затраченный запас и плюс забить все резервы до отказа потому что на генетическом уровне наш организм старается держаться держаться в тех рамках в тех нормах которые необходимы нам для постоянно для постоянной повседневной жизни если же мы будем вот таким вот образом интервальным голоданием сводить себя в состоянии можно сказать депрессии стресса потому что само по себе это голодание оно ну как вам сказать не доводит до добра нашу нервную систему человек становится очень подвержен стрессовым ситуациям человек становится депрессивным раздражительным порой агрессивным и не может понять почему он становится таким причина этому интервальное голодание когда человек как я вам уже сказал периодически доводит организм до недельного голодания потом начинает есть результат не оставляет себя долго ждать человек набирает вес чуть ли не в полтора раза больше того который он скинул для того чтобы не подвергать свой организм таким действительно стрессовым ситуациям стресс стрессовым состоянием я вам еще одно упражнение могу показать если хотите можете попробовать выполнить она в первую очередь укрепляет кровеносную систему малого таза укрепляет суставы тазобедренные ноги укрепляет подтягивает подвздошную мышцу которая от находится здесь рядом с косыми мышцами живота вот здесь вот находится она это подвздошная мышца помогает нашим ногам подыматься выше уровня колена укрепляет пресс разрабатывает дыхалку ну и естественно помогает вашему организму пережечь как можно больше калорий на тренировках с ребятами мы эти упражнения это упражнение выполняем или выполняли довольно таки часто как минимум один раз в неделю потому что по условиям силовой программы разделенные на два варианта мы выполняли сначала в один день одни упражнения в другой день мы выполняли другие упражнения в совокупности давала полноценную картину той силовой программы которая необходима нам на тренировках по карате или по самообороне так вот я вам сейчас покажу это упражнение хотите выполняйте его хотите не выполняйте но как я уже сказал она помогает избавиться от лишних калорий укрепляет подвздошную мышцу укрепляет пресс укрепляет кровеносную систему малого таза укрепляет суставы малого таза укрепляет ноги дыхалку и так простое упражнение руки в локтях мы сгибаем перед собой кулаки почти на уровне глаз делаем присед присели поднялись и удар ногой вперед присели поднялись удар ногой вперед и вот это вот упражнение мы делаем ну как минимум минуты полторы две можно и три если вы можете это выдержать важно учесть момент при приседании вы вдыхаете вставая вы выдыхаете только так вы сможете укрепить дыхательную систему и не перегрузить сердечную мышцу и кровеносную систему простое упражнение казалось бы попробуйте сделайте и потом будете решать что вам лучше или интервальное голодание поедание мармеладных мишек я не знаю там чайного фигура и так далее или нормальные спортивные упражнения помогающие вашему организму не только избавиться от лишнего веса но и укрепить здоровье идем дальше самые любознательные могут на канале у меня посмотреть все те видео выпуски которые я выкладывал в прошлом году сначала этого года в теме сбрасывания лишнего веса и они могут собрав все упражнения показанные мной воедино составить примерную картину того как нужно составить себе силовую программу силовые тренировки для того чтобы укрепить свое здоровье ну в качестве доказательства этого я могу вам просто напросто показать вот смотрите вот это вот мое сегодняшнее состояние по сравнению с тем что был в прошлом году у меня вот такой вот живот был и по факту можно сказать пузо да благодаря вот только этим упражнениям которые я вам показываю уже в течение полугода я избавился и от лишнего веса и укрепил мышцы брюшного пресса очень легко и просто главное чтобы было у вас желание я не хочу хвалиться тем что вот действительно я делаю такие упражнения все все просто классно все просто супер они всем по нет они помогают не всем они помогают только тем кто действительно желает чего-то добиться кто ставит перед собой цель к достижению которой нужно идти маленькими шажками как в поговорке про зайца и про черепаху когда заяц рванул до финишной черты он не дошел потому что он выдохся черепаха с спокойным темпом обогнала зайца и первая пришла к финишу выбирать только вам точно так же как занятия с гантелями многие говорят что если вы будете работать малым весом но по много количество повторений вы будете чувствовать жжение в мышцах это хорошо это вы пережигаете калории ребята это нехорошо вы пережигаете не только калории вы перенапрягаете мышечные волокна и вот это вот жжение это выброс молочной кислоты в мышцы для того чтобы снять немножко воспаления от разрывов мышечных волокон если вы будете делать тяжелые веса по несколько повторений на износ вы угробите свои суставы вы угробите свой позвоночник если вы будете делать стабильные нормальные упражнения с приемлемым для вас весом не будь то гантели будь то штанга вы сможете сделать 4-5 подходов по 10-12 повторений и только к последнему подходу вы начнете чувствовать усталость значит вы занимаетесь правильно вдумайтесь прислушайтесь к моему совету и не забудьте подписаться на мой канал на котором всегда найдется что-то полезное и умное для желающих вести здоровый образ жизни с вами был я владимир козырчук автор канала old dutchman оставайтесь с нами всем удачи пока